В эфире программа «Будьте здоровы!» Мы продолжаем встречи с руководителями медицинских учреждений региона. Владимир Иванович Тройгубов, главный врач Кировской областной клинической больницы. Сегодня на связи с нашими радиослушателями. Гости встречает Татьяна Ситникова. Всем доброго дня. Ну, а вам, Владимир Иванович, персонально. Добрый день. Добрый день. Традиционная наша встреча. Ну, как всегда, масса вопросов. Народ интересуется, есть звонки. Даже спрашивали, когда Тройгубов снова появится, потому что, ну, чего делать? Нет ничего, дороже здоровья, да? Вопрос волнующий. Но я хочу напомнить нашу последнюю встречу, несколько месяцев назад, когда она закончилась таким, ну, многообещающим, я бы сказала, многоточием. Вы сказали, вот когда приду осенью или в начале зимы, вот, ну, будет действительно хорошая новость для горожан. Я передаю эстафету. Ждать этой новости или что скажете? Ну, наверное, начать на разговор с того, что год, опыт, который уже заканчивается, 2015 год, он для областной клинической больницы был довольно стабильным годом. Как-то работа вся строилась более-менее планово, шла равномерно. И о том, о чем я мечтал в конце года, открыть государственно-частное предприятие, которое будет заниматься чисто нефрологической помощью, а это больные, которые получают процедуру гемодиализа, больные, которые страдают там хронической и острой почечной недостаточности, больные, которые урологического профиля, нефрологического профиля, они должны были вот в конце этого года въехать в новое здание отремонтированное, с новым оборудованием и со всеми прочими прелестями, которые бывают иногда в медицине. Четыреще о мечте Троягового шла, да? Да, шла, мечте моей, конечно. Ну, мы немножко там задержались, не мы даже в какой-то степени, но совместно, это частное государственное партнерство, надо понимать, что в этом участвует и областная клиническая больница, и участвуют различные инвесторы, которые будут заниматься вот с оснащением этого отделения и так далее, и так далее. Долго очень проходила проектно-сметная документация, которую утверждали, переутверждали, потому что хотелось сделать учреждение самого высокого класса, но оно и будет сделано, потому что уже начало есть. Ремонтные работы уже идут, здание полностью, корпус стоит уже на ремонте уже в течение четырех месяцев. И я думаю, что первые какие-то там открытия частей, по частичным будет открываться, конечно, это предприятие, будут уже вот в январе, феврале месяце. Сначала будет открыто отделение нового гемодиализа, которое будет, если сейчас отделение на 22 места, оно будет на 36 мест, то есть мы полностью удовлетворим потребность больных в этой процедуре, которая вот на протяжении, как я помню, последних 15 лет это всегда была проблема для областной клинической больницы, потому что это очень дорогостоящая процедура, это очень дорогостоящие оборудование. Соответственно, мы не всегда могли вовремя заменить аппараты, не всегда вовремя купить там расходные материалы. Сейчас эта проблема, в принципе, уже снята в какой-то степени, и вот в феврале, в январе, я думаю, что будет снята полностью, потому что область получит еще дополнительно 16-20 мест, которые будут оказывать помощь этим больным. Ну, а далее там перспектива такая, что переедет туда отделение нефрологии, переедет отделение урологии, и самое главное, которая мечта моя, может быть, сбудется когда-то, она должна сбыться, потому что вся эта идея, все это вот в центре сделается для того, чтобы в Кирове начать пересадку почки. Вот это конечный итог вот для тех больных, которые сейчас страдают вот хронической почечной недостаточности. Если мы сейчас оказываем вот палеотивную помощь этим больным, а там будет оказываться радикальная помощь, то есть будет пересаживаться почка, соответственно, больной после этого не будет нуждаться в гемодиализе, не будет нуждаться в этих местах гемодиализных, и будет жить полноценной жизнью. Это самое, наверное, главное. Судя по нашему разговору, Таркома, я понимаю, что это не так уж, в общем-то, и за горами. Нет, ничего это не за горами, это уже вот следующий год, я думаю, ну, хотелось бы, конечно, мне это все, чтобы осуществилось где-нибудь в августе, там, в сентябре, но думаю, что конец следующего года. В конце следующего года мы обязательно будем говорить уже об открытии этого нового лечебного учреждения. Мне так нравится Ваше настроение, Владимир Врач, вот честно скажу, потому что чаще всего главные врачи, когда приходят к нам, ну, просто озабоченность в глазах, вот так вот, куча проблем, да еще звонки с жалобами или там что-то всего хватает, да? А сейчас вот, ну, откровенно, вот, ну, хочется порадоваться. А вот вопрос в чем? Вот совместное государственное частное партнерство, это вот у нас первая ласточка или, или вот, я вот не очень в курсе, или уже есть какие-то другие шаги? Ну, вот, даже вот сейчас существующее отделение гемодиализа, оно уже является, вот, первым таким подразделением, которое было создано на базе областной клинической больницы в результате вот этого государственного частного партнерства. Перспективное направление пойдет дальше, к нашему взгляду? Очень перспективное направление, потому что выбираются именно те направления, которые требуют больших инвестиций, которых, в принципе, сейчас, ну, у нас просто-напросто нет. Ну, и взять вот для примера, что если раньше областная клиническая больница в этом отделении меняла аппаратуру раз, ну, в 7-10 лет, так будем говорить, потому что возможностей, ну, не было просто-напросто. А вот на протяжении этих трех лет, как существует это предприятие, они уже трижды сменили оборудование в своем отделении. Вот, что значит? Конечно, работают интенсивнее, конечно, работают более напряженно, но в то же время вот такой возможности бы у нас никогда не было сменить трижды оборудование в этом отделении. Сразу вопрос, что называется, укомплектованность спецами, вот здесь высшая категория нужна специалиста. А спецы там работают все из областной клинической больницы, полностью перешли, это отделение как было, так и осталось, в общем-то, и в какой-то степени под контроль на областной клинической больнице, и Министерство здравоохранения, и оно не работает как самостоятельная единица, но вот именно партнерство, то есть вот партнерство, и в то же время и контроль осуществляется со стороны и областной больницы, и Министерства, и со стороны всех других надзорных органов. Там никаких нет разницы. Успеха, я так думаю, что в начале следующего года, дай бог, будет опять же о чем уже поговорить, еще более конкретно. А главное, это хорошая новость для людей, которые в этом в первую очередь нуждаются. Но я уже сказала, что ваш оптимизм мне сегодня очень нравится, впечатляет. И мы начали разговор с чего? Вернулись к началу года, когда мы делали с вами прогнозы, и я прекрасно запомнила ваши слова. Давайте так, не будем там хватать журавля в небе или что-то. Главное, выстоять этот год, чтобы ничего не упало, осталось на прежнем уровне, вот на этом удержаться. Получилось, вот общие тенденции года, уже все-таки финал года не загорали? Ну, год заканчивается, и уже можно подвести какие-то определенные итоги. Я бы сказал, что даже есть небольшой плюс в этом году, то есть вот мы больше выписали пациентов, то есть если обычно выписываем там 22-23 тысячи пациентов, то в этом году планируем выписать 25 тысяч уже пациентов. У нас больше принято пациентов в поликлинике, то есть мы планируем примерно на 10% больше принять в поликлинике. А если вот эти цифры, они вот сами для себя говорят, что больница работала, хорошо работала, работала стабильно, то есть у нас было не вовремя лекарства, у нас были вовремя расходные материалы, у нас было все, что нужно было для работы. И мы стабильно проработали этот год. Пора заглядывать в следующий год, а здесь всякие, опять же, прогнозы не очень оптимистичные, бродят и гуляют. Я сразу начну с определенной конкретики. На законодательном собрании только что утверждался бюджет, масса была дебатов, критики, но социальная тема как-то святой не покушаться, но и в то же время увеличивать-то нечего. И в то же время рассматривался бюджет Фонда обязательного медицинского страхования. И вот депутаты поднимают вопрос, что там все остается приблизительно на том же уровне предыдущего года, а цены-то вон куда они шаганули. Не отразится ли это на качестве медицинских услуг? Ну, логично, что отразится. Вот мне хочется мнения, практика человека, что называется, который в поле работает, руководит этим полем медиков, которые ближе к людям, смущает, вызывает вопрос, или что просто придется покупать более дешевые препараты, я не знаю, вот каким путем идти? Ну, наверное, сейчас трудно сказать, какой будет следующий год и как вырастут цены. Конечно, если они взлетят там 10 раз, там 15-20 раз, наверное, ситуация будет довольно сложной. Ну, если, по крайней мере, год будет примерно такой же, как и этот год, то... По финансированию. По финансированию, да. То я думаю, что мы более-менее его проживем тоже нормально, стабильно и полностью постараемся обеспечить всем необходимым наше там подразделение. Почему? Потому что есть выходы довольно хорошие из создавшейся ситуации. То есть не обязательно покупать там самые дорогие там расходные материалы, самые дорогие лекарства. Каждый главный врач считает свои деньги. Я думаю, каждый житель Кировской области считает свои деньги там в качляке, который у него находится. Я также считаю и пытаюсь сводить их к какому-то там итогу. То есть если у меня их мало, значит, я покупаю, что дешевле стоит. Если у меня их появляется побольше, я покупаю, что дороже стоит. Но в то же время стараюсь покупать то, что более эффективно работает. То есть если какой-то там препарат или какой-то метод начинает лучше работать, значит, я начинаю его внедрять. Соответственно, я этим экономлю время. Ну, для примера можно сказать такую вещь, что можно сделать большую крупную операцию, которая на том же сердце, которая стоит, предположим, 300 тысяч рублей. Мы можем выполнить и малоинвазивную операцию, которая стоит 80 тысяч рублей. Вот уже и по качеству, в принципе, они будут одинаковы совершенно. То есть это не значит, что мы стараемся больному оказать какую-то более плохую услугу. Сначала-то такое, да? Нет, да. Тут что-то заклопано, а? Нет, конечно. Просто больше идти... Больше приходится думать головой, больше приходится думать... То есть варианты поиска и выхода есть? Есть, конечно, есть, конечно, есть. Ну и, в конце концов, вот, может быть, какие-то вещи все равно полностью обеспечивать мы не будем, там, будем... Ну, которые, возможно, приобретать, ну, более худшего качества, например, да? Ну, взять вот даже, для примера, можно памперс купить, да, там, за 10 рублей, а можно купить за рубль. Я подумал бы, за рубль памперс покупать все равно. Да, а лекарство, по-моему, купать все-таки, которое дороже, потому что оно, да, оно более значимое, чем вот предметы ухода за больным, там, за пациентом и так далее. Ну что ж, эту минуту эфир мы закончили на памперсах, а сейчас шагнем дальше. Программа «Будьте здоровы» в эфире. И сегодня наш гость – главный врач Кировской областной клинической больницы Владимир Иванович Троегубов. Продолжаем разговор. Высокотехнологичные операции, методы работы – это то, что выделяет, в общем-то, вас как лидера. Вы всегда в этом плане впереди, да, в общем-то, я думаю, что обеспеченность вас, ваша в этом плане, гораздо больше. Слушай, задается вопрос, все-таки бюджетность, которой приходится нам сейчас придерживаться во всем, отразится это, например, на квотах, на операциях, да, удастся ли шагнуть вперед, ну и в то же время, провожая год, удалось ли шагнуть вперед, давайте в этом направлении сейчас построим разговор. Ну, год это тоже был специфический для нас, потому что, если раньше мы оказывали высокотехнологичную медицинскую помощь только по двум профилям, это профиль кардиохирургии и профиль нейрохирургии, то в этом году мы расширили довольно сильно, значительно расширили количество вот этих профилей, то есть стали оказывать уже высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю ревматология, по профилю гастроэнтерология, по профилю лор, то есть отолерингология, по профилю офтермология. Ну, что это дало? Ну, вот если взять даже такой профиль как общую хирургию или абдоминальную хирургию, потому что высокотехнологичная медицинская помощь называется как профиль абдоминальной хирургии, пусть будут выполнены в этом году около 50 этих оперативных вмешательств. Ну, мне что радует, что вот эти операции, это именно самые сложные операции, это самые такие большие операции, это резекции печени, это операции на поджелудочной железе, это операции на общих желудочных протоках и так далее, и так далее, и так далее. Это то, что в свое время, уже 40 лет назад начинал Валентин Андреевич Журавлев, наш знаменитый профессор-земляк, академик и так далее. Да, забыть его невозможно. Вот, и в какой-то степени, вот последние годы это начало немножко все затухать, ну, в связи просто с небольшим финансированием, так будем говорить. А сейчас у меня появилась возможность нов, вот эти операции начать, нов их не то, что начать, а продолжить, привлечь к этому не только даже денежные средства своего фонда, обязательно медицинское страхование, но и фондов той же Коми-Республики, той же Татарстана и так далее. То есть уже едут к нам? Они должны ехать, потому что хирурги такого класса, которые умеют оперировать на печени, находятся далеко не в каждой области. А вот мы являемся исключением, и вот все эти годы тихонько это поддерживалось, хирургия, конечно, фонд обязательного медицинского страхования всегда смотрел косо и говорил, что это высокотехнологичная медицинская помощь, и нельзя ее делать в условиях АБС. Но сейчас все это узаконено, сейчас это все принято, и вот эти операции снова будут идти, и довольно большое количество к этому. Ну, опять же, вот в русле разговора нашего, всегда наших слушателей волнует, будут расти количество платных услуг. Помните даже общероссийский народный фронт, когда вот здорово критиковали за этот момент, что вот, например, они оказывают где-то в государственном, по полюсу, да, услуги отправляют туда вот какой-то медицинский платный центр. Вот у вас ситуация в областной больнице в этом плане, какие тенденции? Ну, наверное, как и везде, количество платных услуг вот в настоящее время все-таки уменьшается. То есть истинно платных услуг, ведь надо их отделять немножко, есть вот те услуги платные, которые непосредственно оплачивает сам пациент, да, а есть платные услуги, которые больницы оказывают за счет вот различных договоров, да, то есть мы сейчас с удовольствием лечим всех, кто вот в погонах, так будем называть, давайте, это военные, это полиция, это юстиция, это судебные органы и так далее, и так далее. У нас с ними договорные отношения, и мы в рамках этих договоров им оказываем, ну, считается платной медицинской услугой. То есть какие-то дополнительные услуги, да, 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 они нам платят за свое лечение, то есть, ну, платит не сам пациент, а платит та организация, которая заключает с нами договоры. Вот эти платные услуги, так будем говорить, они растут, они увеличиваются, потому что все больше и больше желающих там, чтобы лечиться в областной клинической больнице. Это и есть такая тенденция. А вот платная деятельность, которая непосредственно связана с финансированием самих пациентов, так будем говорить, она уменьшается, она вот на сегодняшний день в областной клинической больнице составляет не более полпроцента, полпроцента где-то вот, да, есть такой остаток. Ну и то, это основное требование сейчас поддерживается непосредственно, желание самого пациента получить то ли другое обследование, то ли другое консультацию. То есть какой-то более такого высокого, да, вот, ну, я не знаю, в основном уровне. Да, наверное, наверное. Ну, пациент прошел там рентгенографию в своей поликлинике, он недоволен заключением, недоволен снимком, приходит к нам, мы делаем снимок, даем заключение, он уходит довольным. Ну, так будем считать. Опять же, вспоминая наши прежние разговоры, акция постоянно проходит в регионе Река Жизни. Это речь идет, можно сказать, о доступности, опять же, вот высоких специалистов в самых отдаленных уголках области. Областная больница в этом, в Реку Жизни, ну, крепко ввелась в этом плане, здорово поработала в 2015 году. В 2015 году, я думаю, 16-й год и 17-й год будут продолжением этой реки жизни, потому что отдача от этого мероприятия, я считаю, очень большая. Каждый раз доктора, вот, которые выезжают с этой акции, у меня привозят за собой 100-150 пациентов, которые нуждаются в обследовании, нуждаются там в консультации, в дальнейшем лечении. И я думаю, что вот этих 150-100 человек мы всегда бы теряли, ну, каждый год, наверное, да, если бы вовремя не выехали. То есть это просто даже необходимо сейчас делать вот такие выездные осмотры, выездные консультации, где полностью в комплексе осматривают как кардиолог, кардиохирург, сразу все сопровождается УЗИ-диагностикой там и так далее, и так далее на месте. Вот, это, ну, просто необходимо делать. Вот, для нас, понятно, своя проблема, то есть каждый раз, после каждой реки жизни к нам вливается 100 человек примерно, пациентов, которых мы должны, ну, я считаю, что довольно быстро обследовать. Ну, могу сказать, что в настоящий момент очередь вот на то даже исследование, как коронарография, если раньше она составляла всегда, где-то около месяца, так будем говорить, сейчас составляет не больше недели. Мы стараемся уже в течение недели, двух недель, вот полностью всех этих пациентов, которые нуждаются обследовать для этого, используем другие отделения, на что, кстати, поступило много-много жалоб. А почему это меня там обследуют не в кардиохирургии, а в кардиологии? Почему я лежу в сосудистой хирургии? Если мне там нужно сделать коронарографию, вроде бы я должен идти там... Пациент грамотный стал, он изъя, да, встречается с вами? Да, мы пытаемся объяснить, что разницы никакой нет, потому что выполняется операция, и процедура выполняется только в одном ангиографическом кабинете, вот, выполняется качественно, и качество ни в коем случае здесь не страдает никогда. Просто, да, мы стараемся как можно быстрее, быстрее обследовать данную категорию больных. Ну, Владимир Иванович, итоги года подводим не только мы с вами, но и региональное министерство здравоохранения. Я опять цитирую опубликованные недавно данные, но прямо-таки вот, я думаю, для министерства, для отчетов прямо бальзам на душу. Снизилось в 2-3 раза число направлений на платные услуги, о чем мы, кстати, говорили. Удовлетворенность медицинской помощи в Кировской области выросла с 71, аж до 88 процентов. В 17 раз сократилось число жалоб на неуважительное отношение медицинского персонала. Уже с вашими коллегами обсуждали эти цифры, но, правда, после эфира звонок. Откуда вы такую статистику накопали? Скептиков в жизни хватает. Но вот, что вы скажете про эти цифры? Я знаю, что вы часто приходили с головной болью, вот эти жалобы сыплются. Ну, может, действительно как-то вот река-то жизни в нужном направлении движется сейчас? Наверное, в какой-то степени. Много факторов. Да, на самом деле, количество жалоб стало меньше. Хотя, я бы не сказал, что значительных стало меньше. О том, о чем мы говорили в прошлый раз, может быть, в какой-то степени даже эта программа сыграла роль, что я всем объяснял, слушателям, что не обязательно идти жаловаться в Министерство здравоохранения или сразу нашему президенту, что можно кое-какие вопросы прийти и выяснить сразу с главным врачом и решить на этом уровне. Вот таких обращений стало больше. Их решаем быстро, и хорошо, и на месте, потому что если там доктор какой-то не принял вовремя или еще что-то, это решит главный врач буквально за несколько секунд все эти проблемы. Не надо писать нашему президенту об этом. Это, наверное, один фактор, который повлиял на количество этих жалоб. Ну и второй, наверное, фактор, который тоже повлиял в какой-то степени на количество жалоб, что лучше стали работать, во-первых, мы сами. Наверное, тоже это сказывается, потому что каждая жалоба обсуждается, каждая жалоба разбирается. Да, когда она объективна, когда она адекватна, вот, а таких жалоб, кстати, объективных, адекватных, это одна, наверное, на пять жалоб, так, в мое такое ощущение, мы решаем хорошо, вот, и быстро решаем. Конечно, если жалоба поступает от пациента не совсем адекватно, не совсем, как бы, можно ее понять, вообще можно ее не понять, они решаются намного дольше и иногда они решаются, наверное, совсем. Мне понравилась одна ваша фраза, вы сказали, ну, кое-какие вопросы решаем, я бы сказала, ого-го, какие вопросы вы решали в этом году. Ну, действительно, хорошие новости, Владимир Иванович, поэтому, ну что, я назначаю вам свидание в 2016-м. Снова заканчивать хочется программу многоточием, потому что сказали мне, будет, что сказать, будут хорошие новости, работающие на здоровье, на благополучие наших горожан. Спасибо за встречу. Трегубов Владимир Иванович, главный врач Кировской областной клинической больницы, был гостем программы «Будьте здоровы». Будем. Всего доброго.